Девушки отдыхают А значит самое время посмотреть в завтрашний день Даже если сегодня не все могут в него посмотреть В общем сидели мы сидели и решили подготовить для вас топ ожидаемых игр 2015 года Так что приготовьтесь, будет интересно Итак, для вас сегодня вещают Дмитрий Зубарев и Катя Лензина Поехали! Двадцать седьмого января от разработчиков Dead Island Выходит ожидаемый многими Dying Light И хоть свежий их проект снова про зомби Выглядит он более оригинально, креативно и вообще перспективно Начать следует хотя бы с того, что в игре обещают прикрутить паркурок Конечно это не сравнить с тем, что нам показывали когда-то Mirror's Age Но все же выглядит это очень и очень бодро Главной же своей фишкой разработчики называют регулярную смену дня и ночи И влияет она не только на уровень видимости Но и на то, как себя будут вести живые мертвецы Если днем они больше похожи на стандартных, тупых и медлительных зомби То ночью каждый из них получает прибавку в скорости, уму и сообразительности Становясь ощутимой угрозой Что касается сюжета То тут пока что неизвестно практически ничего дельного или внятного Но это и не важно Ибо если разработчики выполнят свое обещание То нас ожидает действительно новое слово В уже заезженной теме зомби апокалипсисов 10 февраля выходит проект, рискующий стать новой кооперативной забавой Которая затмит собой Left 4 Dead Речь идет, конечно, про Evolve Четыре охотника высаживаются на планету с одной лишь целью Выследить и уничтожить одного убер-монстра То есть, по сути, нас ожидают схватки 4 на 1 В которых успех сражения зависит как от уровня слаженности охотников Так и от степени пряморукости монстра Не так давно уже был проведен альфа-тест всего многообещающего проекта И отзыв в целом очень и очень положительный Хотя стоит отметить, что хоть концепция и довольно оригинальна Все же не совсем понятно, хватит ли ее надолго Бить месиво 4 на 1 может рано или поздно надоесть И если следом окажется, что никакого нового экспириенса игра предложить не может То отправиться ей на аллею памяти уже через месяц после релиза Такие вот дела А 20 февраля выходит один из наиболее ожидаемых и перспективных эксклюзивов на PlayStation 4 The Order 1886 Действие игры происходит в альтернативной версии Лондона 1880-х годов Согласно предыстории, столетия назад среди людей начали рождаться некие полукровки Люди со звериными чертами, которые больше походят на демонов С тех пор между человечеством и полукровками идет бесконечная война Играть нам предстоит за члена Ордена Круглого Стола Сэра Галахада И стоит отметить, что это Орден Круглого Стола не просто красивое название В игре это действительно тот самый Орден, который основал король Артур Члены этого Ордена используют некий эликсир, который позволяет им исцелять раны и не стареть по нескольку столетий Сюжетная фамбала, как мы видим, довольно интересная и необычная Выглядит все как очень добротный стимпанк, которого в последнее время в игровой индустрии не так и много Что же касается непосредственно геймплея, то перед нами стандартный такой шутер от третьего лица С перекатами, укрытиями и буллет таймом Судить пока что об этом очень рано, но местами это все с точки зрения механики напоминает Gears of War Ну а что касается визуальной составляющей, то тут все более чем отлично Кат-сцены и непосредственный геймплей не отличаются вообще ничем Детализация просто-таки запредельная, а выдержанная мрачная цветовая гамма нагоняет атмосферности Единственное, что немного мешает, так это пресловутые черные полосы На манер тех, от которых страдала The Evil Vision Project Cars Самая аутентичная, красивая, динамичная и продвинутая гонка на планете Вот как характеризуют свое детище ее собственные разработчики И на самом деле, судя по тому материалу, который они предоставили на всеобщее обозрение Люди все больше и больше склонны им верить Просто потрясающие погодные эффекты и ошеломительная детализация всего и вся Убеждают по крайней мере в том, что смотреть на Project Cars будет крайне приятно А насколько в нее будет приятно играть, мы с вами можем оценить уже 17 марта 2015 года Также 17 марта выходит Battlefield Hardline Наверное, одна из наиболее спорных частей Battlefield Которая вызвала волны негодования сразу же после анонса Все дело в том, что эта часть рассказывает не про глобальные военные конфликты А про полне себе локальные стычки блюстителей закона с антисоциальными элементами за наличность То есть, проще говоря, игра будет про ограбление И конечно, первым же на ум приходит идея О банальном желании разработчиков нажиться на благодатной теме Сделав свой Payday Но под вывеской Батлы Подобные разговорщики шли по сети ровно до тех пор Пока не начался бета-тест грядущего проекта И все, кто в нем поучаствовал, смогли лично убедиться в том Что игрушка-то перспективная оказывается Интересные режимы, бодрый темп игры, оригинальные геймплейные решения Однозначно указывают на то, что все сходства с Payday лишь косвенные Более того, учитывая, что среди разработчиков значится Visceral Games Подарившая нам Dead Space Мы даже можем надеяться на внятную одиночную кампанию с интересным сюжетом Чего Battlefield в последнее время очень и очень не хватало А следом, 23 марта на PS4 выходит Bloodborne Игра от создателей небезызвестной Dark Souls Порадует нас... да в целом тем же, чем нас радует Dark Souls Повышенная сложность боя, хардкорность, возведенная в абсолют Но на сей раз все произойдет в более некстгеновых декорациях Что ни говори, а Dark Souls была довольно-таки бледной игрой С точки зрения дизайна локаций В свою очередь, Bloodborne выглядит на порядок привлекательнее и занимательнее Играть нам предстоит за охотника на монстров Который отправляется очищать от скверны, ереси и заразы Вымышленный город Ярном Охваченный некой эпидемией и прочими мелкими бедствиями Помимо мрачных пейзажей и декораций Также в игре ожидаются случайно генерируемые подземелья Призванные продлить интерес геймеров к игре Плюс ко всему в наличии также и мультиплеер до трех человек Сражающихся заодно против супостатов В общем, от разработчиков Dark Souls подлянки не ожидаешь Поэтому можно смело расслабиться и ждать намеченной даты релиза Также в марте 2015 года вполне может выйти, наверное, самый ожидаемый многопользовательский космический симулятор Star Citizen Разрабатываемый на фанатские деньги создателем фрилансера Сей проект выглядит настолько глобально и амбициозно, что просто не веришь, что технологии скаканули так далеко Воистину звание самого дорогого космического симулятора Это не пустой звук Обещано в ней так много, что даже не знаешь с чего начать Помимо очевидной, шикарнейшей картинки Нас ожидают самые настоящие баталии сотен кораблей Фригатов и огромных мазершипов Как в каких-нибудь Звездных войнах или Старттреке Причем, ко всему прочему, обещают прикрутить даже абордаж кораблей В котором мы будем участвовать лично И во время которого игра превратится в чуть ли не в онлайновый шутер от первого лица И это все не говоря об огромном мире, доступном для исследования Возможности уползать из кораблика на планеты С целью прогулок или налаживания связей А также возможность создавать свои собственные мега-корпорации Как в каком-нибудь X3 или EVE Online Хотите стать торговцем? Пожалуйста Пиратом? Милости просим Наемникам, служащим, исследователям Абсолютно все пути открыты и доступны Все, что нам остается Так это дождаться выхода этого монстра И лично окунуться в эту глубокую и бесконечно, как сам космос, приключенческую романтику 14 апреля 2015 года выходит Mortal Kombat 10 Очередная часть культового файтинга будет сюжетно затрагивать следующие 25 лет после окончания событий 9 части Для нас с вами это значит не только появление совершенно новых играбельных персонажей Но и того, что старые могут изрядно прибавить в возрасте В общем и целом, опасений по поводу качества конечного продукта совершенно не возникает Разработчики держат планку качества И нам с вами остается только ждать и уповать на то, что дату выхода не перенесут The Witcher 3 Wild Hunt Третья часть Ведьмака для некоторых является самой ожидаемой игрой грядущего года Суровый, беловолосый Ведьмак настолько часто и долго откладывался, что отдельные лица готовы уже поиграть в любую его версию Лишь бы наконец пощупать то самое эпичное завершение трилогии, которое нам обещают Открытый мир, наполненный разнообразной флорой и фауной Грамотный дизайн, отличная воистину некстгенная картинка и выверенный сюжет Все это и многое другое ждет нас 19 мая 2015 года Подробнее о наших ожиданиях, опасениях и прочих интересных мыслях по поводу грядущей игры вы сможете подчеркнуть из нашего видеопревью, кликнув вот сюда Идем дальше Но все любители человека летучей мыши должны обвести в своем календаре 2 июня 2015 года Так как именно в этот день выходит Batman Arkham Knight Заключительная игра про Бэтмена от Rocksteady обещает быть в разы больше красивее и лучше своих предшественниц И мы конечно разработчикам верим, но вот какая штука Подробно рассмотрев геймплейные видео, становится понятно, что эти самые разработчики решили не изобретать велосипед снова и просто перенести все наработки из прошлых частей в свой свежий проект Умножили на 2 и... все Из действительно новых вещей засветился только Бэтмобиль В основном же мы имеем старое доброе самокопирование Да, город большой, графика круче, но при этом никаких откровений Конечно, в целом такой подход также имеет право на жизнь Зачем ломать то, что и так уже хорошо работает Но вот при этом какая-то доля опасения все же сохраняется Остается только ждать июня и верить в успех И конечно же нельзя не упомянуть о потенциально Новой главной франшизе Ubisoft Tom Clancy's The Division Игра из себя будет представлять некую помесь из ММО, РПГ и экшена От третьего лица Причем разработчики делают очень большой акцент непосредственно на то, что The Division в первую очередь именно РПГ Со всеми вытекающими отсюда последствиями в виде уровней лута, скиллов и прочего Все это завернуто в привлекательную динамическую экшен-обертку Залито Next-Gen графоном и подано в качестве многопользовательского проекта Учитывая недавний печальный опыт с Watch Dogs Разработчики свято клянутся, что не потеряют ни одного пикселя в процессе разработки И на прилавке игра попадет именно в том виде, в котором все ее могут лицезреть на демо-роликах со всяких выставок и презентаций Что касается сюжета, то тут все чуть менее оригинально Нью-Йорк накрывает некая эпидемия опасного вируса, погрузившая город в полную задницу А мы являемся членом некого стратегического подразделения Родины Отряда спецагентов, члены которого обучены действовать независимо в самых трудных ситуациях для страны Вначале действие ограничится только Манхэттеном Но разработчики не исключают возможности добавления новых районов и областей На самом деле это лишь очень малая часть из того, что было обещано Но обмусоливать каждое слово, которое обронили разрабы, особого смысла, наверное, нету Посему переходим к следующему пациенту Еще одним многообещающим проектом, которым нас порадует Ubisoft в грядущем году является Rainbow Six Sage В этом проекте девелоперы грозятся вернуть в шутер тот самый олдскульный дух тактичности, который был присущ ранним частям Радуги 6 и другим командным шутерам Суть геймплея состоит в том, что игроки делятся на две команды Бандитов, плотно окопавшихся в доме с заложниками, и служителей правопорядка, которые хотят их оттуда выбить Дабы все было максимально занятно, оригинально и интересно, каждой из команд доступны свои уникальные примочки Бандиты способны заколачивать окна, укреплять стены и расставлять ловушки А служителям правопорядка доступны различные динамиты, гранаты, бомбы, щиты и дроны для разведки местности И это далеко не весь список отличий Также своеобразной фишкой грядущей игры будет отсутствие респауна На один раунд дается только одна жизнь, поэтому исключительно быстрой реакции для победы будет недостаточно Хочешь ты того или нет, но придется привыкать к командной работе и не быть главным раком в команде Также одним из самых ожидаемых релизов 2015 года является Metal Gear Solid V Великий геймдизайнер Кодзима, которому мы посвятили целое видео Вновь обещает выжить из Next Gen'а всевозможные соки И внедрить в свой проект максимально возможное количество своих безумных идей И речь идет не только про фопабельных женских персонажей в драных колготках и одноглазых песиков Но и про такие крутые штуки, как динамическая погода, десятки вариантов прохождения одной и той же миссии Просто такие гигантские локации, отличную графику, анимацию и так далее Ах да, чуть не забыли, теперь вы можете заставить лошадь какать по первому же вашему требованию Зачем? И вы еще спрашиваете Ах да, еще можно будет убивать козла и с помощью хитрого приспособления отправить его прямиком в небеса Лучший мир В общем и целом гению Кодзимы нет предела Уж он-то нам покажет, что такое истинный креатив Также нам обещает прикрутить ни много ни мало мультиплеер Который тоже обещает быть как минимум любопытным Ну и вдогонку, очень рекомендуем вам взглянуть на наш обзор как бы демо-версии МГС под названием Ground Zero Если вы по какой-то совершенно нелепой причине еще этого не сделали Стоит упомянуть и о выходе в 2015 году Homefront The Revolution Данная игра является прямым продолжением оригинальной Homefront Для тех кто не в курсе, сия франжиза повествует нам о тяжелых буднях американской нации Которую довольно-таки успешно покорила Корея Собственно весь сюжет построен вокруг освободительной войны бравых американских патриотов против захватчиков Занятная история Это наверное единственное, что действительно выделяет франшизу среди остальных шутеров от первого лица В остальном же первая часть была просто добротной А вторая обещает поднять планку качества на более высокий уровень Да и к тому же к ней приложат руку Crytek, известный нам по серии Crysis Определенно стоит ждать, если конечно студия совсем не развалится Также мы не можем не упомянуть одно из главных новостей для любителей Майнкрафта Дело в том, что студия Telltale объявила о заключении партнерского договора со студией Mojan Создавший одну из самых популярных игр в истории индустрии Майнкрафт По условиям сделки, в 2015 году Тейлтейм Геймс выпустит первый эпизод Майнкрафт Стори Мод Для тех, кто в танке, напоминаем, что именно Тейлтейл подарила нам такие игровые сериалы Как ходячие мертвецы, волк среди нас А сейчас выпускает Игру Престолов И анонс Майнкрафта от такой компании моментально превращает ее В один из самых ожидаемых анонсов Как минимум потому, что нам чертовски интересно Как же это в итоге будет выглядеть В мастерстве разработчиков уже давно не сомневаешься Так что остается только ждать Также ближе к концу 2015 года нас ожидает Star Wars Battlefront от разработчиков из DICE Пока что на самом-то деле сказать про игру практически нечего Да и стоит ли? Название говорит само за себя А если взглянуть на то, кто же причастен к ее разработке То сомнений в качестве продукта возникнуть не может Только вот зная практику DICE по предыдущим Battlefield Откладывайте денежку на премиум аккаунт Потому как без него мы получим лишь обрезок полноценной игры Кстати, есть вероятность того, что релиз передвинут на 2016 год Поэтому особенно надеяться не надо Помимо всего прочего, стоит также упомянуть и о проекте Который стал ожидаемым относительно недавно Hatred появился в Steam Greenlight без особого шума и пыли Но дальнейшая история с ее удалением из-за крайней жестокости А после торжественное возвращение и личное извинение Гейба Ньюэлла Перед разработчиками, мягко говоря, сделали проекту имя В общем-то разработчики и не скрывали того факта Что хотели раздуть хайп вокруг своего детища Именно за счет особо нежных гуманистов И защитников детской психики от злых компьютерных игр Но мало кто мог подумать, что это ему дастся настолько хорошо Что же касается самой игры, то тут мы имеем шутер с видом сверху Главным героем которого является потлатый маньяк, ненавидящий все человечество Цель игры? Вырезать как можно больше мирного и не очень народу, прежде чем сдохнуть самому Причем процесс этого самого вырезания будет сопровождаться вкусными и сочными кат-сценами Которые рискуют неисправимо повредить нашу психику Сарказм Увидеть и пощупать самостоятельно вокруг чего же было столько срача Можно будет уже в июне грядущего года И конечно же не стоит обделять шейтан-коробку от Microsoft На которой в 2015 году также готовится выйти парочка эксклюзивов Первый из них Halo 5 Также известно, что помимо полюбившегося всеми мастера Чифа Одним из ключевых персонажей станет Джеймсон Лок Который успел засветиться в цифровом сериале Halo Nightfall Остается лишь ждать свеженьких официальных анонсов и непосредственно выхода самой игры Новая Halo это конечно очень хорошо Но куда более занятным и оригинальным проектом видится нам Quantum Break Анонсирована она была в тот же день, что и Xbox One И пожалуй является чуть ли не единственным действительно весомым аргументом в пользу консоли от Microsoft Разрабатывается она Remedy Entertainment Которая в свое время порадовала нас первыми двумя частями культового Макс Пейна И выкатила на суд общественности не менее добротный Алан Вейк Грядущая игра поведает нам о неудачном эксперименте со временем Впоследствии которого три главных героя игры Джек Джойс, Бет Уалдер и Пол Серин получили необычные способности Например, Пол Серин обладает сверхспособностью, позволяющей видеть иные варианты развития события Или альтернативное будущее А Джек и Бет могут останавливать время В Quantum Break разработчики намереваются скрестить игру и сопутствующий ей телесериал Сюжетные подробности будут подаваться крайне любопытным образом Вы проходите игровой акт, в конце которого вам под управление дается главный злодей Вы принимаете судьбоносное решение После чего откладываете геймпад в сторону И за чашечкой кофе с печеньками смотрите очередной эпизод, стилизованный под сериал В зависимости от принятых в игре решений Следующий за ними видеоряд будет сильно разниться Каждый эпизод ТВ-шоу будет связан с игрой и изменяться в зависимости от выбранной игроком ветки развития событий В общем и целом планы у разработчиков просто-таки грандиозны Проект готовится к колоссальных масштабов И хоть ориентировочно он и выходит в 2015 году Все же нельзя отменять возможность переноса даты выхода Ну и последняя в списке, но не последняя по значению игра, про которую мы хотим упомянуть Это Uncharted 4 A Zip's End В четвертый раз разработчики предложат нам вновь окунуться в приключения бравого амантюриста Натана Дрейка Который не только прибавил в возрасте и пикселях, но и обзавелся крюком-кошкой Что сделало его еще более похожего на старину Индиана Джонса Но глядя на трейлер и демонстрацию геймплея, поражаешься не только в возросшем до запредельных высот качеством картинки Сколько поднятый на совершенно новый уровень анимации Все движения виртуальных человечков настолько естественны и натуральны, что прямо-таки глаз не оторвать Единственное, что в целом огорчает, так это то, что грядущая игра может стать последней в серии Во всяком случае и последней, которую разрабатывают Naughty Dogs На это указывает не только подзаголовок, который переводится как «Конец вора», но и комментарий актера Нолана Норта, озвучивающего Дрейка с самого начала По его мнению, после Uncharted 4 разработчики намерены поставить решительную и бесповоротную точку в истории И двигаться дальше к новым вершинам, франшизам и так далее и тому подобное Нам же остается ждать релиза и уповать, если не на продолжение, то как минимум на эпическую концовку франшизы Ведь красиво уходить тоже нужно уметь А на этом, пожалуй, все Ожидаемые игры мы перечислили Надеемся, что интересующие вас проекты уже отмечены в личном календаре А с вами, как всегда, команда Time Video Game Сценарий и монтаж Александр Митчук, Закадровый голос, Катя Лендина и Дмитрий Зубарев Не живите одной жизнью, живите многими Играйте в игры, смотрите фильмы, слушайте хорошую музыку И не забывайте подписываться на наш канал, чтобы не пропустить новые видео До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok